Болит нога. Нога болит. Он хотя и пластиковый, зато кричит и трясётся, как настоящий. Из ампутированной ноги сочится якобы кровь. Перед занятием в манекен закачали не один шприц подкрашенной жидкости. Сильная какая. Да, да, ампутация кисти. Всё болит. Всё болит. Этим спасателей не напугаешь. Сегодня они на практике отрабатывают остановку кровотечения и накладывают жгут, давящую повязку, пытаются остановить кровь подручными средствами. Даже пальцем зажимают артерию. В нижнюю треть. В нижнюю треть. Пониже, пониже, пониже. Помогите. Чуть-чуть. Вот так. А то будете мотать два дня. Спасатель должен наложить жгут менее чем за 25 секунд. Пока в учебном классе на секунды смотрят свысока. Ещё есть время потренироваться. Нет, нет, нет. Не надо. Вот смотрите, вот здесь можно сказать, что вы уже зажали ему мягкие ткани. Конечно, не надо делать. Возвращайтесь. Алексей Ефанов работает почти без ошибок. Командир пожарного поста в реальности сталкивался и с ситуациями посерьёзнее. Для себя понял, главное любой ценой сохранить жизнь пострадавшего до приезда медиков. У нас в основном бывает, что люди уже из машин. То есть мы уже помощь оказываем либо на обочине, либо на дороге. То есть не достаём мы его в основном. А это самое сложное. Это человеку не навредить, когда он будет зажат. То есть там и не спинной мозг, и головной мозг, и травмы, и рваные грудь. То есть всё может быть. И вот это самое, конечно, страшное, что можно увидеть в этой аварии. Не успеть помочь в этой ситуации. В этом году около 200 спасателей со всей области приедут в Липецк, чтобы отработать навыки первой медицинской помощи. Пожарные сёл и деревень пройдут двухнедельный обучающий курс. Сознательно группы взяты маленькие для того, чтобы можно было отработать практические навыки. Оказание первой помощи при различных неотложных состояниях или чрезвычайных ситуациях. Пожары, наводнения, не дай бог военные действия и так далее. То есть это остановка кровотечения, это сердечно-легочная реанимация, это непрямой массаж сердца. В финале обучения каждого спасателя ждёт зачёт. У первой группы есть время исправить все неточности до конца недели. Благо манекены ошибки прощают. Оксана Корабельникова, Юрий Талдыкин, ТВК Новости.